Вот поступил пакет. Скорее всего, здесь гармонь на настройку, на ремонт. Посмотрим сейчас, что там внутри. Что там внутрях. Пакованный нормальный инструмент. Со всеми предосторожностями. Поэтому, чтобы распаковать, откроем его на ронтах. Вот так сейчас по почте люди отправляют музыкальный инструмент. То есть вокруг параллона. Посмотрим, что здесь внутри. Гормон. Хорошо упакованная. Гормон под названием... Отсюда вижу чайку. Вот она чайка. По ремням, судя, 50 лет. Или 40 примерно. Судя по ремням. По износам. Точно так же левый ремень. Вот, предание старины глубокой. Изношенный. Заштопанный. Но корпус хороший. Гормония. Здесь тоже видно на краях. Уже били-били ее колотили. До самого дерева уже угол сбитый. Сама, конечно, играет. А вот сейчас нажим. Ветер пошел. Слышно отсюда ветер идет. Окей. Попробуем. Как она. В музыкальном отношении. Смотрим в правую сторону. Пропускает воздух везде. Половину голоса, половину звука, половину ветра. Вот, слышно, как ветер гуляет. Вот. Одну кнопку нажимаю. И уже этот идет мех, как говорится, на распашку. Разжим. Зим тоже ветер идет. Половину голоса, половину ведра. Ага. Значит, первый ряд. Первый ряд ветер дует. Это говорит о том, что там отвалился резонатор. Либо отвалился, либо открутился. Этот ряд ничего еще. Издает хорошие звуки. А здесь ветер гуляет. То есть, весь резонатор первый, который сюда идет. Вот сюда идет. Не туда, а вот сюда. Вот этот резонатор, он отвалился. Вот ветер. Вот ветер идет. Ветер. Говоря по-русски, ремонт необходим. Раскрыть ее нужно, настроить, подстроить, поставить резонаторы на месте и так далее, и так далее. Заменить, безусловно, эти вонючие ремни. Я, новые имеются, совершенно новые. Кстати, вот внизу, конечно, предстоит ремонт меха, потому что, вот здесь видно, он уже потерся с годами. Вот, он уже потерся. То есть, вот эти, вот эти штрайфы, а точнее, лидерин, безусловно, нужно будет снимать. Сейчас, вот он сам снимается. Я только дотронулся, он уже сам снимается. Вот это все нужно удалять. Удалять, и вместо этого, безусловно, у меня есть новый, совершенно, с фабрики, с гормонной приходит лидерин. Что-то не сказал, с японской, с японской, с итальянской фабрики приходит. Здесь тоже все это нужно, как говорится, освежать. Этот лидерин убирать старый. Он еле держится, он еле держится. Он сам бросится на замену. Вот, и так далее, и так далее. Это на первый взгляд, что, как говорится. Конечно, здесь поселилась грязь уже, придется вот это снять и под кран поставить теплой водой, со щеткой, с шампунем, все это помыть. Она будет как новая, вот эта штучка. Она не боится воды, ни горячей, ни холодной. Безусловно, здесь почистить нужно будет все клавиши, тут остатки пальцев гармониста. Это спиртом со щеткой нужно будет почистить. Это выбросить или оставить на память. Этот ремень, он уже, как говорится, истрепался. Заменить вот эту вонючую тряпочку нужно будет. Она уже желтая, прокуренная вся. И она содержит все запахи, которые только имеются в окружающей среде. Она все у себя впитала. Как у пылесоса, этот, как у пылесоса, фильтрующий фильтр. Итак, только что поступили ремни. На эту гармонь, на другие. Совершенно новые ремни. Это пойдет на левую сторону. Эти пойдут на левую сторону ремни. Новые, совершенно. Вот эти пойдут заплечные ремни. Новые. Польские. Из Польши поступают ремни. Это пойдет на правую. Вернее, на правое, на левое крючо. Заплечные ремни. Кожа натуральная. Никакой здесь фикции нет. Кожа натуральная, соромятная кожа. Натуральная кожа. Отличные ремни. Для гармонии. Для баяна подходит. Вот синего цвета еще. Совершенно новые ремни будут поставлены на эту гармону. Вот красные под цвет можно будет поставить. Совершенно новые ремни. В замену этих вонючих. Вот. Это пойдет на левую сторону. Совершенно новые ремни. Это черные. Вот они пошли. Это пошли. На левую сторону пойдет. Штук тридцать. Всего или сорок ремней. Никто их никогда не считал. Так что, здесь будет новый ремень. Здесь второй будет новый ремень. И здесь будет, вместо этого вонючего, новый ремень будет. Так что, вот такой план по ремонту этой гармонии. Тут с этими ясно. Это все подлежит замене. Вот эти. Снизу посмотрим. Точно такая же картина. Точно такая же. То есть, штаны гармониста терлась это сорок лет. Вот они все изношены. Все они. Вот если взять любую. Она имеет форму, как у зайца уши имеет. То есть, вот она все здесь протерлась. И будет дальше тереться. Если его вовремя не заменить, значит пойдет дальше мех жрать будет. Поэтому, вот эти полосы все подлежат замене. Они уже тут стерлись. Здесь нет одного уголка. Вот. Уголка одного нет. Причем, вот, лысый. То есть, нет его здесь. Металла нет. Здесь есть везде металл, а здесь нет. Но я найду такой. Именно форма еще должна быть. То есть, здесь почти прямой угол. Они разных, ну, разных они бывают овальные, полуовальные. А здесь почти прямой угол. Но я думаю, что я найду такой уголок. Это тоже очень важно. Поставить уголок, чтобы он дальше сохранял мех. Потому что вот это железо, оно сохраняет мех от, как говорится, износа. Отдельная работа будет вот поэтому. Это самый верх гармонии. Самый верх. Вот эта штука. Она здесь билась, билась, колотилась. И она некрасивая. Это где подбородок у музыканта, у гармониста. Там вот этот. И кто не посмотрит на лицо, сразу вот эта дырка, как говорится, бросается в глаза. Поэтому я это постараюсь тоже локализовать. То есть, здесь будет мастика положена специально деревянная. Этот гриф деревянный. Значит, деревянная мастика специально будет положена. Затем зачищена и покрашена. Покрашен этот угол будет. Так что, работа имеется. В любом случае, ее нужно, эту гармонь, на три части разобрать. На три части разобрать. Для этого снимем вот эти крепления, которые тут имеются. Их здесь четыре. И на этой стороне четыре. И, конечно, первое мое подозрение. Сейчас мы посмотрим. Я сказал, что ветер дует, но... Вот здесь звуки нормальные. А здесь ветер гуляет. Вот, вот ветер гуляет. Сейчас я наведу покрупнее. То есть, вот здесь звуки нормальные. Вот, это на этом ряду. А сейчас я этот попробую ряд поиграть. Вот, ветер гуляет. Мое подозрение и заключение я даже еще не открывал. Что вот этот ряд, это будет сюда идти. Первый резонатор. Вот здесь он стоит, ближний к грифу. Что он не прилегает раз к своему, или же он откручен. Вот сейчас посмотрим, насколько я угадал или нет. Сказал первый. Вот сейчас посмотрим. Вот первый резонатор. Вот видно, что он шатается. Ага, ну да. Он шатается, и там дырка. Вот это первый резонатор от грифа. Окей. Он шатается, кроме того, он не прилегает. То есть, если взять инструмент, соответствующий. Вот он инструмент. Вот. То этот инструмент вот такой вид имеет. Буква Г изогнутая. И эта буква Г залазит вот туда. Вот туда она залазит. Вот. Под низ она залазит. Это говорит о том, что там дырка. То есть, между резонатором, вот этим, и корпусом имеется отверстие, сейчас я скажу, 3 миллиметра. Вот здесь щель идет. То есть, кто-то ее открывал, эту гармошку. Да, да. Вот она щель. Вот я этот инструмент закладываю сюда, и он залазит. Вот, я думаю, видно на кадре будет. Вот он залазит туда, и здесь он залазит. Вот он. Вот, откуда он залез еще. То есть, он туда залазит. То есть, он не прилегает к основанию. Значит, кто-то открывал это дело, то есть, гармонию открывал, но он не посадил этот резонатор на место. Вот, пожалуйста. Поэтому сейчас я, не отходя от кассы, попробую вскрыть и посмотреть, что там случилось. Да. И вот видно сразу, что этот-то сидит, основание, да. Вот. А этот выступает на 3 миллиметра. Вверх идет второй. Вот этот резонатор сидит выше, чем этот. Основание его сидит. То есть, он не прилегает к основе. Поэтому сейчас мы его... Я пошевелю его сейчас и посмотрим. Да, он находился в воздухе. То есть, он не прилегал. Вот эта плоскость, вот эта, она не прилегала к вот этому основанию. Поэтому... Вот теперь я ее поставил на место. Вот теперь... На кадре видно или не будет? Сейчас я еще поверну. Значит, что я сделал? Я сейчас установил это. Основание. Оно уперлось сидеть на этой плотно. На станине, да. И это сейчас плотно. А вот уже параллельно здесь получилось. То есть, я довел его до того, что оно стало прилегать. Говоря по-русски, просто поставил на место. Поэтому... Сейчас я... Коротенько это соединю. Соединю. Здесь соединил. Здесь соединил. И здесь, безусловно, надо соединить второе крепление. Вот. Очень важно, чтобы он становился на место. Если чуть косо и криво, то все. До свидания. Как говорят современные люди, будет... До свидос. Итак, этот резонатор я сейчас соединяю. Здесь соединил. Внизу тоже... Ну, закрепить надо его, безусловно. Здесь. Он был неплотно. Сейчас очень коротко, на проверку, поставим сюда. Ничего даже не будем. Здесь нет креплений. Здесь нет нигде нет креплений. Сейчас проверим. Угадал я или не угадал. Вот трогаю этот ряд хороший. Благополучный. Верхний ряд трогаю. Нормальный, отвечает. Теперь трогаем нижний. Точно так же нормально, отвечает. Говоря по-русски, что я сделал? Я поставил резонатор на его место. Больше ничего. Вот секрет, пожалуйста. Ну, в любом случае, сейчас я его буду разбирать. И каждый резонатор ставить на тестер. То есть на станок проверять каждый голос. Как он отвечает и работать с каждым голосом. И так работа продолжается. В любом случае, надо разделить ее на три части. Раз, два. И, безусловно, чтобы не запутаться, любой угол, допустим, этот, наметим красной чертой. Чтобы потом поставить строго на те же места, что оно и было. Итак, сейчас буду работать с мехом отдельно. То есть вот эти буду менять, все полосы, вот эти на новые, свежие. С мехом отдельно. Левая сторона. Левая сторона. Здесь в любом случае нужно проверить всю настройку. Вот. Затем открыть эту крышку, заменить этот материал старый. И, безусловно, заменить вот этот ремень. Так что работа имеется. Сейчас я открываю вот эту декоративную крышку. Очень медленно, чтобы пыль и грязь не полетела. И, безусловно, тут имеется грязь. Внизу она всегда собирается. Вот она грязь. Потому что все сверху вниз идет. Она грязная, эта крышка. Я, значит, и моя задача не налить воды сюда. Потому что вот этот шуйское, как говорится, ромбик, он может от воды испортиться. А вокруг все помыться четко и так далее, и так далее. С мылом, с шампунем. Чтобы устранить все запахи, которые собирались в течение 40 лет. Вон внизу, я думаю, видно будет на кадре. Вот вся грязь, которая собирается. Гармонист играл. Все сюда вниз собиралось в течение 30 лет. Вот в углу видно грязь. Придание старины глубокой в этом. Надо все это убирать пылесосом и так далее, и так далее. Я только что пошел под краном и со щеткой, шампунем помыл всю эту крышку. Именно со щеткой. Текла грязная вода отсюда, со всех сторон. Поэтому она стала свежая, весь запах от нее убежал уже. Все. Это специальный настоящий, а точнее натуральный материал, который шлифует поверхность. Все. Эта крышка уже готова, как говорится, к дальнейшему установке. К дальнейшей установке. Чистая крышка стала. Блестящая, как новая. Итак, работа с мехом. Теперь надо удалить вот эти все, которые пришли негодно. Все вот эти полосы, они сами отрываются очень легко. Вот они все отрываются. И на их место, безусловно, нужно в строгом соответствии, чуть не сказал с законом, в строгом соответствии с их длиной поставить новые. Это все подлежит утилизации. На эти места пойдут новые совершенно полосы. Итак, работа с мехом. Вот следующий вопрос. Вот здесь была утеряна, то есть уголка не было. Не было уголка, ничего страшного. Вот сейчас я переведу камеру вот сюда, на это место. Вот это уголки, которые имеют... Здесь их 100, не знаю, 100, их никто не читал, или 200. Но они имеют все разную форму. Вот, допустим, один уголок, он такую форму имеет. Вот, другой уголок, он уже другую форму имеет. То есть здесь более овальный, это немецкие инструменты. Русские более прямоугольные имеют. В данном случае прямо пойдет, допустим, вот этот пойдет, который имеет строго прямоугольную форму. Это гармошечный уголок, который должен сюда подойти. Итак, сейчас мы его будем внедрять на это место. Для этого подготовить место, чтобы оно здесь было. Затем, в любом случае, вот, затем смазать это место клеем. Вот это клеем, хорошим клеем смазать. Раз, где уголок будет сидеть. Вот. Это место смазать. И также смазать сам уголок. Вот он, допустим, уголок. Надо внутри кисточкой залезть туда, смазать его клеем. Вот. Обоюдок, как говорится. Там и там клеем поставить. Затем его внедрить сюда. Внедрить. Немножко, конечно, можно его, как делают на тульской фабрике, постукать молоточком. Чтобы он хорошо сел на свое место. Развернуть его. Чтобы он плотно сел на свое место штатное. Когда молотком постукиваешь, тогда они все ровно идут отсюда. И не будет видно даже, что он был заменен. Окей. Это я поставил. Теперь, в любом случае, нужно сделать два защипа. Обычными, как говорится, исправными клещами это можно сделать. Здесь защип. Здесь защип. Сейчас он сидит строго параллельно. Но затем, после этого, безусловно, здесь пойдет сверху на клею будет полоса. И здесь полоса, которую я попозже поставлю. И в итоге его не будет заметно. И я его замуровал примерно, как дедушку Ленина. Лет на 70 он должен, как говорится, продержаться. Итак, следующий этап. Вот, допустим, клавиши неровно стоят. Клавиши от того, что они служили там 40-50 лет. Вот эта клавиша, вторая, допустим, она выпирает сюда. Вот, я думаю, видно на кадре будет, что оно неровно. Вот она, вторая. Она как бы выпирает сюда. Это некрасиво. Она вот сюда выпирает, в этом направлении. Сюда, к пальцу. Поэтому, чтобы ее выровнять, здесь придавим одним пальцем, здесь. И эту клавишу будем утапливать туда, в гриф. Туда, в том направлении. Ну, такими движениями. Вот уже на глазах она стала ровной. С этим, как говорится, покончено. Тут более-менее ровная клавиатура стоит. Я имею в виду, когда смотрят снизу или сверху. Окей. Следующий этап будет... Вот это место. Это возле подбородка у гармониста. То есть, она вот так, гармошка, стоит. И всегда зрители видят вот этот угол, который, как говорится, отбитый угол. Тут гриф состоит из дерева. Поэтому, сейчас будем использовать шпаклевку деревянную, специальную, на этот угол. А затем шлифовать ее буду. Вот, допустим, возьмем вот такую шпаклевку. Современная. Новый, совершенный тюбик шпаклевки. Это для дерева. Шпаклевка деревянная. Не нужно ни разводить, ни ничего. Она уже готовая. Свежая, купленная 4 дня в магазине. И нанесем на это место. Безусловно, его нанесем. Его нужно распрямить здесь, согласно этому грифу. Вот. И оставить до тех пор, пока она не засохнет. Это специально по дереву шпаклевка. Она без отвердителя продается в любом хозяйственном магазине. И сейчас даже по-русски написано здесь. Водная шпаклевка для дерева. Хольц. Хольц это дерево. Причем биологическое. Которое ни запаха, ни цвета не имеет. Вернее, цвет имеет. Но это здесь написано, что именно для сосны. Имеется ввиду цвет. Потому что разных цветов продается эта шпаклевка. Но в данном случае это шпаклевка для сосны. Она даже цвет имеет, как у сосны у дерева. Есть для пихты, есть для клена, есть для дуба и так далее. Теперь по плану идет замена ремня левого. Он здесь регулируется, этот ремень, вот этим колесиком. В любом случае откинем вот эту заднюю крышку. Откроем эту заднюю крышку, чтобы добраться до ремня. Здесь задняя крышка не тут, но открывается. Четыре болта у нее. Четыре болта, а точнее четыре шурупа. После этого откроется внутренность этой левой части. И можно будет приступать. Вот четвертое здесь крепление. Снимается. И затем можно приступать. Откинем крышку на время. В сторонку положим. Вот он ремень. Раз он регулируется, значит в любом случае тут имеется механизм. Колесико с червяком. Значит откроем его. То есть в любом случае откроем этот механизм. И желательно его же использовать и дальше. Сейчас он откроется. Вот он механизм. Там колесо с резьбой в середине. Вот его видно. Там резьба в середине. Вот эту штуку выбрасывать нельзя. Окончание. Значит моя задача ее снять. Вот эту железячку вместе с вот этим вот болтом. Как ее снять? Высверлить в середине. Высверлить в середине. Вот эти две заклепки. Одну заклепку высверлить. И вторую. Поэтому сейчас я буду их высверливать. Обе эти заклепки. Также этот ремень в самом низу освободим его от его крепления. Там два шурупа. Один и второй. Итак, ремень освобождается. Вот он видавший вид этот ремень. Сейчас моя задача, как я уже сказал, освободить вот эту верхнюю часть. То есть высверлить буду один и второй. И второй вот эти заклепки. Удалять заклепки буду. Я только что высверлил эти две дырочки. Раз, два. Высверлил эти, а точнее, заклепки. Теперь моя задача снять это. Снять эту пряжку отсюда. Вот она выходит. То есть вот он старый ремень, вот эта новая пряжка. Ее нужно сохранить, не разбомбить и не порвать ее. Она очень важна для того, чтобы сюда посадить новый ремень. Теперь посмотрим на конфигурацию вот этого старого ремня. Здесь у самого конца имеется Т-образная, вот в этом месте, ямка. Ну, она Т-образная как бы ямка. Это для, чтобы сюда шпендик заходил впоследствии. Значит, также здесь, это новый ремень. Вот это новый ремень совершенно, вот, такой же, такого же цвета. В магазине сейчас их валом этих ремней примерно 4 сантиметра ширины. Новый совершенно. Значит, на самом окончании я сделаю тоже Т-образный, как говорится, вот такой защип. Возьму немножко этого материала, чтобы выемка была. Вот, и, как, вот такой формы сделать нужно обязательно для того, чтобы заходил замок туда. Вот, вот такой формы сделать раз. Безусловно, нужно его оккультурить, чтобы ничего здесь лишнего не было. Эти нитки, шнитки поубирать, вот. И таким образом, что получится, значит, сюда мы, это мы его внедрим, вот сюда его поставим, вот так он будет. Сюда поставим 1-2 заклепки. Для этого нужно сделать еще пару дырочек сюда. Просверлить можно, либо, значит, другим образом, 2 дырочки сюда сделать. Итак, 2 дырки надо сделать. Здесь одну, в этом месте. Одна есть, и вторую рядышком сделать тоже сразу, вот в этом месте, вот в этом месте. Две дырки готовы. Теперь в эти дырки надо заложить заклепки подходящие. Ну, примерно, вот такие заклепки. Одну, вот сюда. Ее с другой стороны закрыть тоже. Заклепки папа и мама. Потом, чтобы они не выскочили, для начала их защипить, вот так. А потом еще побить молотку. Довольно крепкие заклепки хорошие. Также вторую заклепку посадим сюда и с обратной стороны. Как в анекдоте, папа и мама. Таким образом заклепаем, для начала, вот так. А теперь, в любом случае, надо это дело сделать более конкретно, то есть молотком их прибить. Готово. Такие заклепки лет сорок продержатся. Это одна сторона ремня. А теперь старый выбрасывать сразу нельзя. А что нужно сделать? Померить его, как он был. Вот так, померить, померить, померить. Вот его конец этого ремня. Вот второй конец. Поэтому второй конец. Сейчас его нужно просто-напросто обрезать. В соответствии с этим. Вот таким ножом можно. Это нож круглый, но это нож. Довольно острый, как говорится. Все, готово. Вот два ремня есть. Два ремня старые и новые. Так что можно уже, вот эту нижнюю сторону, уже можно туда вставлять. Вот эта нижняя, это верхняя сторона от ремня будет. А это нижняя сторона. То есть нижнюю уже можно ставить на место и закреплять в гармонии, в левой части. Вот эта нижняя часть ремня. Теперь возьмем вот такой инструмент. Это электрическая дрель. Очень удобная, маленькая. Вот. На конце у ней имеется отвертка. И возьмем шуруп и вместе с этой шайбой, примерно вот так, поставим ее сюда. Она находится уже здесь. Дальше запустим ремень. Желательно не перепутать лицевую и обратную сторону. Запустим ремень в этот паз. Догоним его до конца там. И вот таким образом просто сверху будем сейчас закреплять его. То есть не надо ни дырок, ничего делать. Он должен сам войти. Просто надо его прямо направить. Ну, здесь, чтобы он не выпадал, немножко, допустим, воск чуть-чуть сюда загнать, чтобы он держался. Держался. Не надо ни дырок сверлить, ничего. Самое главное, чтобы он не вылез наружу. Вот. Этот уже готов. Точно так же второй поставим сюда. Вот он стоит. Попробуем туда его внедрить. Там все гладко внутри. То есть он сюда не вышел. Но зато он крепко держится. Теперь верхнюю сторону. Вот она, верхняя сторона. Желательно ее смазать, конечно, вазелином техническим, чтобы легче она ходила. Верхняя сторона. Вот, допустим, так. Смазать ее вазелином. И теперь, пока крышки нет, пока крышки нет, видно ее, как говорится, глазами. Туда ее вставить, туда ее вставить. И колесо вращать согласно, как говорится, закручиванию. Это колесо вращает. Но самое главное, что шпендик остался родной. Потому что другие шпендики, вот эти, они все разные. И по толщине, и по шагу резьбы, все разные. В интернете их полно. Валом. Бери любой, червонец, делом. Но он сюда не подойдет. Безусловно, сейчас нужно, допустим, закрутить ее, раз. А затем поставить крышку. Если же и руку туда просунуть. Как говорится, руку гармониста. Вот сейчас я ее закручиваю. Вот. И когда крышку я поставлю, то рука должна входить, как говорится, еще до конца желательно закрутить. Просто приставим эту крышку. Просто приставим. А теперь залезем, безусловно, не корпусом, а рукой. И залезем сюда. Вот. Это хорошо. То есть она очень жестко сидит. Это говорит о том, что немножко вытянется, конечно, за месяц, два, три. Он вытянется. Но в данном случае он уже до конца дошел. То есть есть куда его что делать, отпускать. То есть всегда можно его отпустить. Потому что он сейчас закручен у меня до конца. Вот свежий новый ремень, пожалуйста. Итак, ремень готов. Следующий этап – замена воздушного фильтра. Откроем эту, с позволения сказать, крышечку. Вот они фильтра, которые 30 лет никто не заменял, не чистил, не проветривал, не стирал. Поэтому они подлежат замене. Они желтые, прокуренные и так далее, и так далее. Чтобы их заменить, их нужно отсюда просто-напросто удалить. Удаляются они, не трудно. Вот таким образом. Один фильтр и второй фильтр. А затем на это место поставлены будут новые, свежие. Эти желтые, они уже никуда не годятся. Прокуренные, продымленные. Фильтра подлежат замене. Итак, вот он материал для фильтра. Совершенно новый, блестящий, крепкий суперматериал. Из него, согласно вот этим двум, как говорится, решеткам, сделаем две формы. Острым ножом желательно. Две формы сделаем. Примерно вот так. Теперь мы их... А, не видно, наверное. Вот так две формы я сделал для фильтра. Теперь примерим, чтобы они по форме закрывали эти все пазы. После этого покроем их клеем основания. Теперь покроем их желательно клеем, который не сдаёт ни запаха. Он не сдаёт ни запаха. Он цвет бесцветный этот клей. Допустим, вот таким образом. Но именно решетку, не материал. Это будет мартышкин труд, когда материал. Именно решетку покроем клеем бесцветным. Вот таким образом. И когда клей будет распределён равномерно, тогда поставим эти две подготовленные фильтры. Два. Таким образом. И сюда положим подготовленный фильтр. Промакнём чистой салфеткой. С обратной стороны проверим, есть ли наличие клея. Если есть, его уберём. Ну, в данном случае всё чисто. Никакого наличия клея здесь нет. Так, крышечка готова. Оставим её, как говорится, для последующей сборки. Вот она как новая стала. Сияет и сверкает. И так, тем временем, высохла шпаклёвка, на которой было написано, она сосновая. Шпаклёвка сосновая. И так вот этот кусочек, или кусок, всё уже высохло, сухая стала. Как говорят рихтовщики, шпаклёвка стала. Стала шпаклёвка. И моя задача теперь при помощи вот этого инструмента, нового совершенно инструмента, этот кирпичик, который является крупной шкуркой. Моя задача сейчас очень прилежно выровнять все эти неровности, говоря по-русски, ошлифовать вот это основание на грифе, на гармонии, которое было отколано. И торчало отсюда куски, как говорится, деревяшки. Сейчас я отшлифовал этот отколотый кусочек, который был здесь на грифе. Отшлифовал всё это хозяйство. И теперь при помощи вот такой подходящей краски она быстро сохнет. Знаменитая краска. вот, и она имеет причём с разливом эта краска, то есть более-менее подходящая к этой поверхности. То есть не прямая, не ровная краска, а с разливом. Моя задача, как говорят ректорщики, задуть это место. Так сделать, чтобы не было заметно, что здесь был какой-то ремонт на грифе. Я обклеил вокруг этого места. Вот. Вот это место причинное, которое сейчас мне нужно будет задуть этой краской специальной. Вот это место на грифе. Итак, сейчас делаю проверку всех звуков. Например, выборочно вот этого. Нормально. вот среди них послушаем. Ещё раз. Дует. То есть он не полностью звучит, этот звук. Давайте звонко и чётко. Звонко и чётко. А между ними вот этот. Вот он звучит, как говорится, томно. В кавычках. То есть он не полную силу. Теперь посмотрим внимательно. Вот лапка, которая его открывает. Вот она. А теперь посмотрим сверху, что он открывает. Здесь полностью открывается, я не вижу, во всяком случае. А здесь не полностью. Там что-то, значит, в самом верху что-то мешает. Вот сейчас я возьму, острым предметом потрогаю. Там что-то мешает. Значит, в любом случае надо сейчас будет открыть и посмотреть этот резонатор, который сюда принадлежит. что-то мешает этому звуку открываться и звучать полностью. Итак, посмотрим, что это за звук. Это соль диез. Вот аппарат показывает. Соль диез. Раз, два, три, четыре, пять, шестой. Шестой звук соль диез. Откроем гормон. Посмотрим, что там в середине именно на шестом звуке сверху. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шестой. Шестой сверху. Пометим его. Пометим его. Сейчас проверим, как он звучит, этот звук. На звучание. Да, это он. Вот этот звук проблемный. Вот. Поэтому сейчас сделаем именно стрелку на него, как бы, чтобы его найти точно. Сделаем на него стрелку. Вот таким образом стрелку наведем. Теперь я открою эту, этот резонятор я открою сейчас. Сейчас я его сниму. Тут я открыл. я не знаю, видно ли, не видно. Сейчас чуть-чуть света добавим сюда, чтобы было видно. Снимаю этот резонатор. Смотрим. А, вот, пожалуйста, сюрприз. Чья-то добрая душа кусочек ватки завозила. Чья добрая душа, это знает только гармонист. Вот кусочек ватки. А теперь, значит, моя мозга, а точнее, мой мозг должен догадаться, откуда эта ватка и зачем она здесь была. Обычно такой кладут, когда голос мертвый, то есть, чтобы его заглушить. Сюда он идет. Отсюда сейчас посмотрим, если он там вообще, может, его нет. Есть. То есть, голос живой. Голос живой. Голос есть там. Вот. Теперь моя задача поставить его на станок и на станке уже его пробить, как говорится, провентилировать и послушать этот голос. Да, да, конечно. Итак, вот она ватка, которая была в этом голосе. Вот я ее отсюда вытащил. Сейчас посмотрим, послушаем этот голос, что он дает. Почему его закрыли этот голос ваткой. Послушаем. Вот стрелка, вот этот голос. Соль диез. Окей, я сейчас запишу на всякий случай, что это соль диез, проблемный голос. Есть. Записал. А сюда, как говорят музыканты, лажа. Совершенно непонятный голос, откуда он взялся. Сейчас мы его возьмем снизу. Сейчас я его возьму снизу. А, вот. Он, по-моему, все, он вканул лету, этот голос. Только, а, вот кусочек. То есть, он был надломленный и он, значит, вот результат, как говорится, осколок от мины. Осколок от этого голоса. Вот этот голос. Значит, он был надломленный, поэтому его гармонист заглушил. Заменить нечем было. правильно он сделал. Он его заглушил на время. Окей. значит, теперь я должен этот голос что сделать? Я его должен открыть. Чтобы открыть этот голос из него, нужно сначала верхнюю часть, вот эту, освободить и развернуть нужно вот это крепление проволочное. А теперь он выйдет. При помощи отвертки он выйдет. Вот он выходит. Вот он выйдет. Итак, что мы видим? Обломился голос на этой гармошке. Гармошка отличная, шуйская гармошка, тем не менее, и на шуйской ломаются голоса. Вот я вставляю, как говорится, шило. Этот нормальный голос, рабочий, это у нас соль диез. Теперь моя задача найти по этим размерам голос, соль диез, и затем его внедрить сюда. Итак, вот он сломанный голос, это соль диез, который один есть, другого нет, язычка. Это у меня тоже соль диез все. Вот они, здесь написано соль диез. Вот это примерно 70-80 голосов, никто их не считал. Это все один тон, это соль диез. Соль диез, вот это все голоса. Но они разных размеров. Вот это тоже соль диез, вот это тоже соль диез, вот это тоже соль диез, они все разных размеров, разных октав, но это соль диез. Окей, теперь моя задача найти по размерам, ну, безусловно, по октаве, чтобы он совпадал. То есть, вот он сломанный, и сейчас я должен найти точно такой же по размерам. Рабочий голос. Вот я нашел, вот они сходятся, два брата, один и второй, этот, правда, латунный, но он еще лучше будет служить, чем обычный, потому что он не окисляется, латунные голоса, они не окисляются. Значит, теперь моя задача вставить в эту дырку, откуда я вытащил сломанный голос, его внедрить сюда, безусловно, обработать его восковым составом. итак, сейчас я поставлю вот этот латунный голос, который исправный, он почти новый этот голос, выглядит отлично, на это штатное место, сольдиез, сюда его поставлю, размером он как родной, вот, потом сделаю защип здесь, который был проволочный, вот он сверху, поставлю временную шину, вот сюда поставлю временную шину, а потом в конце работы, безусловно, паяльником я это все обойду вокруг и около, чтобы он, чтобы воск растворился, также внизу поставлю шину временную, вот, чтобы воск этот растворился и чтобы оно было как на заводе, как заводское. Так, итак, предварительная установка есть этого голоса, сейчас его проверю, подстрою, так же, какие остальные голоса, проверю, сделаю необходимую настройку этих голосов. Итак, проверка голосов идет дальше, здесь я, допустим, заменил на латунный, вот я его внедрил, идем дальше подряд, проверяем каждый голос, нормально, стоп, стоп, это стоп, это одно и то же, наверх звучит, на низ шипит, як змеюках, как змея шипит, то есть там его нет, он обломанный, вот я туда вставляю шило, он обломанный, нет его там и близко, то есть он обломился, Аллах его знает, когда он обломился, никто этого не узнает, остатков не обнаружено, скажем так, значит этот голос подлежит замене, его нужно сейчас развернуть, вершок у него, сам вершок развернуть нужно, вот я его сейчас разворачиваю, это дело, конечно, чтобы пальцы не повредить, лучше делать обычными кривыми таскогубцами, вот такими, развернем, крепление наверх, вот, теперь мы его снимем, снимается обычной, обычной, обычной отверткой, вот, снимем, а, послушаем, сначала послушаем, что это за зверь, до диез, аппарат показывает до диез, запишем, чтобы не сбиться, до диез, будем сейчас искать до диез, сейчас его сниму, вот я его снял, вот он голос, у которого обломился язычок, сейчас я сюда, как говорится, чтобы в аппарате было видно, вот он язычок обломился, его близко нету там, половина осталась, а половина голоса, вот, половина есть, а половина нету, в этом месте его уже нет, вот такая картина, этот есть полностью, а этот на половину язычок сломанный, вот я вставляю отвертку сюда, точнее, шило, вот он гуляет, значит, это до диез, до диез нужно найти вот такого размера, сюда внедрить, подстроить этот голос, итак, вот она, скорая помощь приехала из голосов, здесь фонотека, примерно 12 килограммов голосов, то есть, здесь все есть, 100% голоса для русской гармонии, итак, в руках у меня этот голос нужно заменить, вот он голос, я его пометил красным, он является до диезом, ц диез, вот он этот голос, раскрутим эту фонотеку, посмотрим, что здесь, вот он до диез, открываем этот ящик, примерно, один килограмм этих, это только идет до диез, до диез, ц диез, значит, моя задача найти точно такой же по размерам, скорее всего, он должен совпадать, безусловно, и по октаве, вот что-то есть похожее, поэтому, сейчас я должен точно такой миллиметр, миллиметр, миллиметр найти, вот такой голос, сейчас я это должен сделать, итак, проверка идет дальше, послушаем, дальше голоса, это уже другой резонатор, второй по счету резонатор, послушаем, нормально, пусто, как змей-гориныч шипит, вот я вставляю, там ничего нет, пусто, обломленный голос, поэтому его тоже нужно открыть, но сначала запомнить, что это за тон, аппарат показывает, аппарат, аппарат, вот он аппарат, это ля, запишем, что это ля, а, а это ля, скроем его, вот он, дорогуша, так, мы его сейчас вскроем, и будем искать этих размеров ноту ля, а точнее голос ля, вот он, до половины сломанный, вот я сюда шило втыкаю, вот он, сломанный голос, это нота ля, будем искать сюда, буду искать, буду искать сюда, и внедрять вот этот голос ля, исправный, и так работа идет дальше, это был звук, а я его довел до ума, окей, чуть не сказал, едем дальше, идем дальше, вообще два сломанных, и туда, и сюда, вот один сломанный, и второй тоже сломанный, звучит вот этот голос, обратный, параллельный, эти два сломаны, дальше идем, вот видно, вот шило проваливается, сломанный голос, и так далее, и так далее, развернем, с обратной стороны посмотрим, с обратной, посмотрим, вот шило провалилось, вот уже, даже играть не играя, как говорится, вот она, это с обратной стороны, это с обратной стороны, сейчас я смотрю, что здесь, какая картина, вот обломанный голос, еще даже я не играл, То есть не ставил его Вот шило проваливается Вот еще один сломанный В общем штук 15 набирается Сломанный голосовый Это только на двух резонаторах Еще третий не смотрел Так что, чтобы не утомлять Уважаемого зрителя И самого гармониста Этой работой Я буду работать Дальше То есть имеется раз, два, три, четыре Здесь голоса сломанных С обратной стороны Четыре примерно Говоря по-русски За работу, товарищ Итак, сейчас я намечу Красным карандашом Там где голоса сломаны Там где дырки, чтобы два раза Вот видно, что оба голоса сломаны Оба сломаны Здесь один сломан С обратной стороны посмотрим Вот оба язычка сломаны Один и второй Здесь один язычок сломан Тогда легче их видеть Красным, что намечено Менять сразу, да и все Самое главное, ничего не перепутать Я поставил все новые ремни на эту гармонь Здесь два польских ремня Новые из натуральной кожи Здесь я поставил новый ремень совершенно Который натягивается Регулируется и так далее Я вот один угол А вот другой угол Который был сбит Они практически одинаковые выглядят Что этот угол, что этот угол Который был сбит И кусок дерева здесь выглядывал Я его закрасил Зашпаклевал, закрасил Так что он уже Его незаметно Теперь Что можно Начали кольца Вот эти кольца Сейчас я поближе подведу Вот они от времени Начали уже тускнеть И даже небольшая коррозия На них образуется Поэтому кольца Вот эти кольца Окантовки Можно освежить Каким образом Вот этот Называется Это мочалка Мочалка, швам Но она Если Искупаться С такой мочалкой То тело покраснеет То есть Это очень крупная шкурка Значит Тогда берем Аккуратно По этим кольцам Идем Сразу на глазах Они начинают блестеть Эти кольца Окантовка Этот ряд Я прошел верхний Уже освежились Все кольца Второй ряд Прохожу Вот этот Второй Причем Одним углом Мочалки Я эту сторону Колец Как бы Освежаю А другим Значит Под прямым углом Мочалки Я нижнюю сторону Освежу Вот таким образом Под углом Сразу два Как говорится Ряда делаю Все На глазах Уже становится Как бы Водская Гармушка Но это не все Теперь вдоль пойдем Точно так же Углом Туда и сюда Сразу действует Сюда Вдоль Вот сейчас я чищу Одновременно По два Каждый По два Чищу Причем Она не касается Корпуса То есть Не портит Эту Как говорится Окраску Это вдоль Сейчас я иду Это вдоль Сразу По два По два Звука По два Точнее клавиши Вдоль А теперь поперек Разворачиваю Эту Мочалку Вот таким образом Даже снизу Посмотришь Оно все блестит Сияет И сверкает То есть Все окислы Убегают Теперь поперек Я делаю Вот поперек То было вдоль Теперь поперек И все окисли Убегают Сразу Двойной Как говорится Двойная польза И налево И направо Эта мочалка Трет На глазах Стало все блестеть Вот все блестят Все эти штуки Все эти кольца Окантовки После этого Вот сейчас Нужно обработать Пылесосом Эту полость Где я работал Продолжение следует